Хай, народ, с вами Роджин, а сегодня у нас прохождение челленджа арабскими мечниками против трех кабанов. Вам вроде бы покажется, ты блин, это же просто. Да нет, нифига это не просто. Арабский мечник терпит три стрелы арбалета. И при этом я нашел еще кое-какую интересненькую фишку. Вы знаете, что если поставить бонус почтительности, то армия ваша не будет каким-то чудесным образом меньше страдать от стрел. Смотрите, как получается. Лучник с лучником, почтительность получают по хп. Но если вы будете ставить там, например, какого-нибудь копейщика или арабского мечника против, ну, соответственно, лучника и арбалетчика, потому что копейщик терпит три стрелы у нас лучника, и получается арабский мечник также три стрелы, но только арбалета. В общем, увеличить каким-то образом почтительностью хпшечку арабским мечникам нам никак не удастся. Поэтому сражаемся тем, что есть. Карту я выбрал открытую, чтобы кабан мог разойтись. Но, а единственная проблема, я оставил ему маленький проходик, потому что иначе эта миссия проходится очень сложно. Я пробовал полностью без ресурсов играть, но без ресурсов это также невероятно сложно. С ресурсами, с развитием я хотя бы что-то могу сделать. С развитием, потому что у нас получается 8 тысяч золота, это 100 арабских мечников, а я их нанимаю около 180 для того, чтобы убить кабана. Ну подумайте сами, три выстрела арбалетов минус арабский мечник. А у кабана, как бы, арбалетчиков там, ну, около 30-очки в замке есть. А если еще нужно выбить его атаку, там около 50 их точно будет. И это будет прям ух. Действительно очень сложная штука. Я уже, в принципе, развиваюсь здесь. Ничего новенького и интересненького вы здесь не увидите. Просто скажу, что я очень много поставил лесопилок. Я очень много сделал складов. В конце концов поставил все, просто обставил железкой. Полностью обставил весь оазис. Развивался также на арбалетах. Заметьте, у меня нигде нет казармы каменной. Я нигде не нанимаюсь. А стандартные войска я оставил на башне. Я не стал их разнимать. Ну, пускай, в принципе. Ну, а что там эти три лучника? Что они мне? Чем они мне помогут? Арбалетчиков убивать? Я что-то не помню, чтобы у меня эти три лучника убили арбалетчиков. Я вам по секрету расскажу. Уже небольшой спойлер. Они останутся до конца игры. Вы их будете видеть на башне, прям вот именно до конца игры. Ну, а рабов вы до конца игры не увидите, потому что они были убиты. Зверски. Да ладно, я на самом деле просто их послал на катапульты. Ну, их зверски убили, понятное дело. Вот, и я арабским мечникам вычищал катапульты. В чем самый прикол? У кабана много катапульт, насколько вы помните. Да, я вам говорил, пять катапульт. Три в атаке, две в напряг. Он мне вообще высылал три в напряг, я как-то охренел. Но это не три в напряг, это было, типа, ну, одна с атаки, а две не с атаки. Вот как бы, или это даже не так было совсем. Ну, говорю, наверное, скорее всего атаковать просто не перестал. Вот три меня штурмовали, и они мне прессовали очень долгое время, пока я их не уничтожил. А, ну, основное, на чем я буду пытаться заработать, это у нас, понятное дело, хмельники, которые закрывают еду. То есть у нас будет полностью производство эля. Ну, вы помните, что один трактир 30 населения, соответственно, я поставил примерно 7 трактиров. Вообще, в общем, конечно, всего, да. После этого я ставлю около, ну, пяти-шести пивоварен для того, чтобы они нормально отрабатывали свое. После этого я поставил немножечко пекарен и немножечко мельниц, потому что нам нужно будет как-то оазис наш окупать. Но поставил я немного, вот именно что. Поэтому нас полностью производство хлеба не оптимизировано, потому что очень-очень много осталось у меня муки на складах. Ну, а все остальное я просто пытался в железку играть, а камень я буду добывать снизу. Замок, конечно, у меня никудышний, я загородил края экрана, чтобы никто ко мне через текстуру не пролез, ну и сделал дырку, понятное дело. В дырке я буду отбиваться арабскими мечниками. Арабских мечников потребуется много, сразу говорю. Их лучше нанять сразу, ну, около хотя бы сорокушечки. Почему в дырке? Ну, потому что наших арабских мечников можно будет выгодно через бинды поставить в дырку. То есть 1, 2, 3, 4, 10 воин, ну, по десяточке, да, воинов, 1, 2, 3, 4, все встают в одну клетку. Ну, и, соответственно, в одной клетке подходят по одному пехотинцу и умирают. Так как пехотинец, ну, немножечко сильнее арабского мечника, поэтому не стоит играться с судьбой. Я пробовал пройти этот челлендж на безресурсной земле. Там у меня просто не хватило денег на арабских мечников. Будь это кто угодно, лучники, арбалетчики, да пожалуйста, вообще легко прошел бы. Будь это хоть копейщики, легко прошел бы. Но арабские мечники, извините меня, ну, блин, это очень сложно. Ну, 8 из золота, при том, что тот же копейщик, например, требует 8 золота, так еще и копья. Можно продавать, они выгодно продаются. Ух, там можно производство на копьях, полностью все поставить. Ну, то есть вы понимаете примерно о чем я, да? А тут 1 арбалет вы производите, 30 получается золота, да? А это всего ничего, а нам нужно, получается, 3 арбалета продать, чтобы получить 90 золота и нанять одного мечника, и у нас останется еще 10 золота. Не так уж это и круто. Давайте я пропущу все это развитие и перейдем к атакам. Атаки были довольно интересными. Я делаю небольшую такую стратегию, по типу, загораживаюсь вот этими вот стеночками, но загораживаюсь я ими некачественно. Там есть специальная возможность загородиться через одну клетку. Нашу стенку катапульты дамажат обычно по ширине и по длине. По длине, ну пусть будет длина, скажем, 2, а ширина 3, да? Когда нам нужно поставить стены именно так, чтобы они, ну, одиночные стены, чтобы они кушали камушек, но при этом не дамажились вообще больше и друг с другом не соприкасались именно таким образом. То есть, самое выгодное поставить стенку вот таким вот образом. Изображено на скрине. Скрин вы видите справа. Это самая выгодная постановка стены. По факту, все катапу... ну, все снаряды вообще катапульт будут хаваться именно этой стенкой. И при этом вы будете тратить супер мало камня, а соперник будет тратить супер много камня на этих катапультах. То есть, вам это в разы выгоднее. Играйте именно так. Кабан. Кабан атакуют пехотинцами. Хочу заметить, что вроде бы атакуют арбалетчиками. Но мы же загорожены, нам плевать на этих арбалетчиков. Нам главное отбиться от пехотинцев. Он особо не разбивает ничего, потому что замок открыт, ну, все понимаете. Ну, мы отбиваемся просто от атак всех кабанов и копим арабских мечников. То есть, нам нужно сидеть, копиться, копиться, копиться. Понятное дело, я вам сразу показываю вторую атаку, потому что у нас первая прошла довольно-таки успешно. Показываем вам вторую, что у нас получается. Атакуют наибольшими, уже большими войсками кабаны. Если бы они атаковали все вместе, было бы в разы лучше. Но они атакуют не синхронно. Ну, пытаются синхронно, но синхронно они не могут. По итогу получается, что вот так вот все у кабанов хорошо. Кабаны отлетают и во второй раз. И теперь нам нужно как-то уже думать потихонечку над атакой. Но нам еще нужно дополнительно накопиться. То есть, я говорил, что лучше где-то 200 арабских мечников накопить, вы убьете хотя бы одного кабана, двухсоточка этих арабских мечников. Копимся. Это 16 тысяч золота. 16 тысяч золота копится долго. То есть, у вас есть и железо, и камень, и хлеб, и арбалеты. Производство арбалетов. Ну, так как у нас дерева много, да? И все равно этого мало. Нужно еще больше. Но еще больше я не делал, а просто сидел и ждал. Ну, понятное дело, раз от разу загораживался маленькой стеночкой для того, чтобы катапульты били не основной мой замок и не проделывали где-то еще дырку, а били вот эти вот самые стеночки прямо перед замком. Кстати, желательно, если вы играете с ботами, они все атакуют с одной стороны, вы найдите эту самую траекторию, по которой катапульты стреляют свои камни. Все, загораживайте эту траекторию, вы в безопасности, в абсолютной. И это очень крутая фича. Параллельно я уже отбился от третьей атаки, как вы понимаете. Ну и сейчас наши арабские мечники пойдут в бой. Вот так это примерно выглядит. Я атакую его по маленькой стеночке. Самый ужасный момент в арабских мечниках — это они медленно ходят. Помимо того, что они медленно ходят, они принимают лишь три стрелы арбалета. Ладно бы там пять, семь, девять. Кстати, в немецкой модификации есть улучшение до пяти стрел. Но это тоже не помогает. Слишком уж слабенькие эти мечники, я клянусь вам. Плюс дополнительно, стены они бьют ужасно. То есть ты приходишь этим арабским мечникам, начинаешь бить стены, они их бьют медленно. Семь арабских мечников уничтожают каменную казарму медленно. Вообще сами по себе они медленно. Я вообще не понимаю, как я их в таблице так высоко запихнул. Но это только против кабана. Так-то на самом деле эти арабские мечники довольно неплохие юниты. И нам нужно этими самыми арабскими мечниками быстренько запушить лорда кабана и просто убить одного из них. Дальше уже будет проще. Дальше мы уже подготовили атаку. У нас тут осталось около сотни арабских мечников. Мы еще подводим сотенку. И еще потом подводим 80, параллельно отбиваясь от атак. Атак будет много, поэтому параллельно придется отбиваться много. Я использовал небольшие отряды для того, чтобы пополнить защитные отряды арабских мечников. Ну и атака на второго кабана. Здесь у нас все намного проще. Так как у нас арабских мечников слишком много, а еще идет параллельно 80 и еще есть вот эти вот чуваки, которые стоят на защите замка, то мы можем спокойно напасть на этого кабана. Нападаем! Да, расстрел очень сильный. Да, они бьют стены плохо. Но мы можем спокойно зайти в замок и более-менее уничтожить кабана. Кабан убит. Вы видите, что у нас 200 арабских мечников, а я вам скажу, что двухсоточки вполне достаточно для того, чтобы убить следующего. И не откладывая в долгий ящик это дело, нападаем на следующего кабана. Ну и параллельно всю нашу защиту снимаем со стен. У нас ее нет. Вот у нас защита под стенами стоит, поэтому всю нашу защиту снимаем из-под стен и выводим из замка для того, чтобы... О, эта наша защитка атаковала. Все, забиваем на все, просто атакуем. Ну, как вы понимаете, что мне было бы скучно просто атаковать, поэтому я атаканул, пока разбил стеночку, пошел там куда-то еще что-то сделал. Ага, повел арабских мечников. Ну, а теперь можно продавать товары. Ну, а что делать? Кабан-то все равно их не убьет, поэтому можно попродавать товары. А нет, я вроде бы ошибся. Там что-то 50 арабских мечников. Повезло, что они продобили лорда. На самом деле, они должны были умереть. Если бы Кабан чуть-чуть получше сыграл, ну, или если бы они просто не дебил лорда, то Кабан не должен был умирать от этого отряда, должен был умирать от следующего. Но это единственное что. Надеюсь, что вам понравилось, ребятушки. Спасибо за просмотр. Не ленись, подпишись. С вами был Роджан. Ждите новых видосов, ребятушки. Ну и до встречи. До следующего выпуска. Субтитры подогнал «Симон»